Всем привет! Привет-привет! С вами канал Лазаревская Форева. Вот и от травы. И мы сегодня решили выбрать на Мельничок. Наши щелочок. Так что оставайтесь с нами, и на нашем канале приходится очень-очень интересно. Сейчас подъедем и расскажем, что у нас будет за Мельничок. Скоро подъедем. Вот мы подъехали на остановку Улица Кухонина. Вот он стоит. На таком автобусе номер 50. Идем на Солнечную Поляну. Солнечная Поляна. Идем по дороге в лес. Вот такие красивые сосны здесь у нас. И дорожка, ведущая на Солнечную Поляну. Вова. Груженый идет у нас. Ну а я, как всегда, снимаю. Запаслись углем. В общем, вчера замариновала мясо. Времени, ребята? Времени. Вова говорит полдесятого. Чтобы вы понимали, полдесятого здесь уже вовсю разжигают костры. Ну, чтобы жарить шашлыки. Мы думали, мы будем первые. Но мы не первые. Кто с нами на нашем канале давно, тот знает, мы ходили сюда отмечать мой день рождения. Вот такая замечательная здесь полянка есть. Когда мы в июне здесь были, вот этих бревен вроде бы не было. Были только лавочки. Вот эти качельки были. Качельки вот такие деревянные. Вот такая интересная качель на цепочке. Эко. Эко-детская площадка. И вокруг сосны. Вот мы здесь отмечали день рождения. Такой портерчик со стульчиками под навесом. А сегодня мы идем вот в углубление туда леса. Там есть беседка. Сейчас все увидим. По дороге нам встречаются фигвамы. Полоса препятствий. Здесь на велосипедах можно прокатиться. Вот опять там сосны. Ну и вот эта беседочка, куда мы идем. В общем, ребята, здесь нам не очень. Сегодня мы пойдем на саму солнечную поляну. Сейчас тоже покажем, где вот жарят уже. Где вовсю занято. Плавно перемещаемся. Ребята, здесь даже есть туалет, если что. Вот такой деревянный, деревенский. Вот идем к этим беседкам. Сейчас одну из трех займем. Решили остановиться, в общем, здесь. В беседочке. Вот в этой беседке сейчас накроем полянку. В общем, ребята, сегодня история такая, что мы встречаемся вот в этом лесу сегодня с подругой, которая приехала из Лазаревского. Заметьте, люди в августе едут в Лазаревское отдохнуть к морю, а люди из Лазаревского местные приезжают в Пермь отдохнуть. От жары, от народа, от всего. И, в общем, у нас сегодня будет такая встреча в лесу. Шашлычки. Ну, все такое. Танюшу вы все знаете. Ну, кто знает. Кто с нами недавно на канале, тот, конечно, не знает. Таня – это моя однокурсница. Мы с ней познакомились еще в 1986 году. И вот у нас дружба продолжается по сей день. В общем, мы два раза в год ездим к ней в Лазаревское. Но она приезжает обычно зимой в Пермь. А в этот раз у нее получилось летом приехать в Пермь. Вот. И мы решили встретиться, отметить, шашлычный сезон продолжить. Сейчас я вам, кстати, ставлю такую вставочку, как я вчера мариновала шашлык. Мариновала уже вечером, поздно, придя с работы. Поэтому уже много особо снимать не стала. Но все равно все увидите. Посмотрите пока, как я мариную шашлык. Мы ждем Таню. Таня сейчас к нам подойдет. Итак, маринуем мясо на шашлык. Берем кусок шейки и кусок карбоната. Ну, по килограмму примерно. Нарезала лук кольцами и добавляю вот так вот соли адыгейской. Сейчас еще добавим перчиком. Перчик черный добавлю вот такой. Вот это все сейчас жамкаем руками. Прямо вот так вот буду жамкать. Для вкуса и цвета добавлю немного соевого соуса. Для кислинки добавлю лимонного сока. Вот выдавлю прямо из половинки лимона. Пока настаивается наш маринад, я режу мясо кусочками со спичечный коробок. Берем вот так вот кусок и нарезаем. Постараюсь ровненькими кусочками. Вот такими примерно. Ну, не такими. Вот этот кусочек я буду резать на три части. Вот примерно так. Вот так. Следующий также режем. Карбонат нарезали. Теперь шейку режем. Примерно так же. Такими кусками. И потом так же где-то со спичечный коробочек. Кто-то любит жирное мясо у нас, кто-то нежирное. Поэтому приходится разное делать. Мясо мы нарезали. И добавляем его прямо к нашему луку. Все перемешиваем. Мешаем прямо вот так руками. Лук с мясом. Запах стоит вообще обалденный. Перемешали. И оставляем теперь вот это мясо на ночь. Ну, при комнатной температуре, можно сказать, на балкон поставим до утра. А утром мы с вами увидимся. Ну, вот мы вернулись в сегодняшний день. Вова разжигает у нас мангал. Ну, а мы, соответственно, накрываем стол. Вот наши шашлыки. Сейчас будем насаживать на шампура. И режем помидорки, огурчики. Наша Таня уже подошла. А вот и наша Таня. Всем привет! Вот. И у Тани традиция, она режет нас огурчики всегда. А я насаживаю мясо на шампура. Ну, а Вова у нас мангальщик. Это Танина любимое занятие. Делать сервировочку. Ну, а наше любимое занятие это мяско. Ну, вот наши шашлычки уже на мангале. Жарим. Ждем румяные поджарочки. Вова у нас мангалит, как обычно. Процесс идет. Перчик уже вот зажаривается, поджаривается. А шашлыки, а запах. Запах, ребята, обалденный. У нас же Вова шашлычник главный. Ну, вот под шашлычки у нас будет венцом. Ну, и огурчики с помидорчиками. Ждем все Вову, когда поджарится уже наш шашлычок. Вот Вову фотографируем. Фотосессия у нас. Вот такая вкуснотень у нас получается. Запах просто обалденный на весь лес. Уже перцы такие подгорелые, вкусные. Вова ждет, чтобы не прокараулить. И девчонки наши тоже ждут в беседке у стола. Слюнки до колен. У нас уже зажаривается шашлык. Смотрите, какой румяный, какой вкусный, какой красивый. Скоро будем кушать. Ну, все, наверное, уже пожарились. Будем снимать и будем кушать. Приземляться за стол. Первая партия шашлыка у нас пошла. Он сочный, вообще с него капает даже. Обалденный должен быть шашлычок. В Перми, по-моему, первый раз в этом году сжарим. Кетчуп и майонез, конечно же, у нас. Будет кетчинез. Красота. Будем пить винцо, кушать шашлычок. Вова несет еще одну партию шашлыка. Мы, наверное, с тобой будем, а я на пусть. Снимаем вторую партию шашлыка. Обалденный. Просто обалденный. Ставим лайки, ребята. Подписываемся на канал. Дальше будет все самое интересное. Голодным смотреть не рекомендуется. Видишь, мы тогда не знали, с кого даже это. Примерно. Шашлык, шашлык. Много-много мяса. Баклажаны тоже готовы. Перчики готовы. Все будем пробовать. А самое главное шашлычок. И огурчики, помидорчики. Всем приятного аппетита. Кто с нами кушает, ну и хотя бы просто нас смотрит. Винцо под шашлычок. Сапирави, да, у нас называется? Сапирави. Все, сейчас будем трапезничать. От него прилетела оса. Оса, да, на вкус шашлык. Мы выпьем за встречу нашу с шашлычком. В городе Перми, да. В городе Перми. Дзынь-дзынь-дзынь. И летом, да. Главное это лето. Люди летом едут в Лазаревское в августе и в июле. А кто-то из Лазаревского едет в Пермь. Главное, ребята, всем приятного аппетита. Пробуем шашлык с вином. Аймам. Шашлык какое-то? Кино вкусное. Кино вкусное. Вино вкусное. Шашлык тоже вкусное? Фаридическое. Шашлык бомба. Ставим лайки. Не забываем. Ой, оса прилетела. Да чей-то сок пьет. Она все в сок ныряет. Эээ, круто вот. Животное полное. Мы будем трапезничать. Ну, а вы вместе с нами. Да, куда воздевать? Будете быть с нами. Ребята, пробуем шейку. Это был карбонат первый. А это шейка. Шейка вообще во рту тает. Слушай, она мягонькая такая. Вообще вкусно. Короче, шашлыки жаркие шейки. Она немножко жирная. Наш пикничок продолжается. Сидим, отдыхаем. Погода сегодня, ребята, замечательная просто. Сегодня ни тепло, ни жарко, ни холодно никак. Солнышко, главное, дождика нету. Обстановка по кайфу. Обстановка по кайфу. Вокруг Сосновый Бор. Вот сидим, отдыхаем. Такие беседки, кстати, освободились. Вот такой лесочек здесь. Вот девочки вернулись с качелей. Там качельки есть. Вот, ребята, мы будем продолжать трапезничать. В общем, с Таней общаться. Ну, а с вами мы сегодня попрощаемся. И всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайкосики. Мы скоро будем собираться в Лазаревское. Вот такая красотень, ребята. Еще раз вам покажу. Наша беседка. Ну, а вам еще раз всем пока-пока-пока-пока-пока.